Я приветствую в нашей студии Валентина Юрьевича Катасонова. Здравствуйте, Валентин Юрьевич. Я приветствую. Добрый вечер. Сегодня мы с профессором, доктором экономических наук Валентин Юрьевичем Катасоновым, руководителем Русского экономического общества, еще разок поговорим о капитализме, но не в таком, не в общем смысле, а через призму понимания одного из таких ведущих капиталистов современного мира, руководителя и основателя, вернее, инвестиционного холдинга, громадного инвестиционного холдинга Венгард, господина Богла. И в связи с чем? В связи с чем этот вопрос так может нас интересовать и нашего зрителя? Ну, дело в том, что сейчас только ленивый не говорит о смерти капитализма. Капитализм как бы себя исчерпал, он становится все более и более неэффективным, агрессивным, наступают явные признаки такой предсмертной конвульсии, идет создание, мощное такое создание альтернативных каких-то систем, в том числе и развивающиеся страны начинают объединяться в борьбе против коллективного Запада, пытаются какую-то выработать альтернативную модель капитализма, инклюзивный капитализм, цифровое государство, искусственный интеллект. Но тем паче мы должны все-таки заглянуть вглубь этого явления и понять, действительно ли он прекращает свое существование, почему прекращает. Может быть, и поговорить хотя бы в отчасти о том, а что вместо этого. Те, даю вам слово с удовольствием. Кто упомянули имя Джона Богла? Да, это действительно такой матерый капиталист, который, в общем-то, прославился тем, что он основатель группы Венгард. Он основатель группы Венгард. И, как мы знаем, группа Венгард входит в большую тройку или большую четверку. На сегодняшний день считается крупнейшим финансовым холдингом это Блэк Рок. Но Блэк Рок ненавного отрезает Венгард. Но я хочу сказать, что сам Джон Богл из жизни уже ушел. Он умер в 2019 году, на 90-м году жизни. Человек-легенда. Он известен не только как основатель Венгард групп, но он еще основатель первого крупного индексного фонда. Есть такое понятие индексное инвестирование. Он считается пионером индексного инвестирования. О биографии можно говорить много, но он среди многих миллиардеров выделялся тем, что у него был широкий взгляд на мир и хорошая подготовка. Он был очень образованный, очень эрудированный инвестор. Себя он называл инвестором, а не каким-то финансовым спекулянтом. Ну, конечно, он был номинантом многих премий, званий. В 99-м году Богл был назван журналом «Орчин» одним из четырех гигантов инвестиций 20 века. В 2004 году журнал «Тайм» включил Боглу в список самых 100 наиболее влиятельных людей в мире. Но вот, казалось бы, он должен был идти в мейнстриме. То есть вот в этой главной тенденции, да, как мы шутим, в рамках генеральной линии партии Вашингтонского обкома. Но вот где-то в нулевые годы Богл стал постепенно отходить от активной предпринимательской деятельности, стал переключаться на написание статей и книг. Так, ему хотелось как-то обобщить свои знания, свои ощущения о прожитой жизни, о своем бизнесе. Ну и вот, надо отдать должное, на российском книжном рынке появилось достаточно много переводов работ Джона Богла. Ну, прежде всего, эта книга, помню, 20-летней давности, 2002 года, о взаимных фондах. Книга, по-моему, называлась «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла». Вот. Он вообще как-то апеллировал к здравому смыслу постоянно. Вот. Ну вот, позднее вышла книга «Битва за душу капитализма», «The Battle for the Soul of Capitalism». Потом, значит, была книга «Руководство разумного инвестора». Вот. Ну, опять он там говорил, прежде всего, про индексные фонды. Ну и вот, конечно, меня больше зацепила книга под названием «Неверки цифрам». Ну и там длинный подзаголовок «Размышления о заблуждениях инвесторов, капитализме, взаимных фондах, индексном инвестировании, предпринимательстве, идеализме и героях». Ну, короткое название англоязычное «Don't count on it. Не доверяйте цифрам». Ну, были еще другие работы, не буду перечислять. Некоторые работы, к сожалению, не были переведены на русский язык. Ну, я бы назвал, конечно, такую книгу, как «The Clash of the Cultures. Investments versus Speculation». Она не переведена. Я как бы намекаю нашим издателям, что такие книги надо переводить и издавать. Ну и еще, наверное, книга под названием «Enough true measures of money, business and life». Достаточно правильные средства для денег, бизнеса и жизни. Ну, вот такой краткий обзор о его творчестве на закате жизни. Ну и что я хочу сказать, что он, конечно, очень неатодоксальный бизнесмен, его неатодоксальность, она уже стала проявляться в 21 веке, когда он стал отходить от своего бизнеса. Ну и я бы его вообще поставил вот в ряд таких, я бы сказал, даже не просто неортодоксов, а даже диссидентов от экономики. Ну, мы с вами не раз называли имена таких диссидентов от экономики, как Джон Гелбрейт. Опять-таки, не ранний, не средний Джон Гелбрейт, вот последние его работы «Экономика невинного обмана», которая была написана чуть ли не в 95 лет Джоном Гелбрейтом. Пол Грейк Робертс, который до сих пор здравствует, в то время он был то ли помощником, то ли заместителем Министра финансов, один из разработчиков о регономике. Майкл Хадсон, тут недавно вышла очередная его книга на русском языке с моим предисловием. Джон Перкинс, известный своей книгой «Историки экономической убийцы». Ну, можно назвать не только американцев, можно вспомнить немца Андреаса фон Буллова, англичанина Роберта Скидельски, ну, вот, корейца Хаджун Чанге. Тут недавно вышла моя публикация по, значит, откровениям этого южнокорейского экономиста. Вот, книжка, то есть не книжка, а моя статья, она на телеграм-канале Шарапов размещена, называется Хаджун Чанг «Трезвые мысли об экономике». Вот, почитав работы таких неортодоксов и даже диссидентов, ну, начинаешь лучше понимать, в каком сумасшедшем доме мы живем, и, может быть, кому-то, а, скорее всего, нам всем надо поправлять мозги. Вот, Джон Богл из тех, которые начинают поправлять мозги. Вот, он Богл сразу себя позиционирует. Я за капитализм, но я за правильный капитализм. А тот капитализм, который сегодня в Америке, он уже давно перестал быть правильным. Его надо срочно исправлять. Иначе не будет вообще ни капитализма, ни Америки. Вот, ну, он как бы адресует свои призывы к возвращению к правильному капитализму и к верхам деловой политической элите Америки и к низам. А последнее, это миллион американцев, которым задурили мозги разными экономическими теориями, советами. И Джон Богл призывает превышение рядовых американцев включить здравый смысл. И вот подобно, кстати говоря, тому же корейцу Хаджун Дзянгу, который тоже говорил, что главное, что необходимо для понимания экономики, это здравый смысл. Ну и, кстати, я думаю, что вот книга, особенно книга «Не доверяйте цифрам», она может очень быть полезна и нашим согражданам, особенно среднему и молодому поколению, мозги которых задурили разными западными экономическими теориями и советами. Вот я с этой работой познакомился, когда еще писал свою книгу «Вначале было слово, в конце будет цифра». Вот я просто узнал, что Богл как раз резкий такой критик поклонения вот этим самым цифровым идолам. Он прямо различивает магию цифр и чисел, под гипнозом которой находится подавляющее большинство участников финансовых рынков. Решения на рынках принимаются, говорит Богл, исключительно на основе цифр. И все остальное якобы не имеет значения. И может быть, все остальное даже мешает принимать решения. Поэтому надо сконцентрироваться на цифрах. Там фундаментальный анализ, технический анализ. я многие годы преподавал уже постсоветское время в Уграх и был свидетелем, как засоряют мозги вот этим фундаментальным и техническим анализом нашим студентам. Ну, вы больше того, вы ввели практически в оборот термин религия денег. Да. Цифра становится некой иконой, в тавычках, конечно, которые все поклоняются и за ней полностью куда-то исчезает реальность. Да, да, да. Вот я, чтобы не пересказывать Богла, позволью себе цитату из книги «Не верите цифрам». В этой цитате Богл как бы говорит о четырех шагах, которые делает современный типичный инвестор. Причем первый шаг он делает правильный, а вот четвертый шаг он называет самоубийственным. Хотелось бы, чтобы как бы с этими откровениями Богла познакомилась как можно больше молодых людей, потому что они к сожалению делают не только первый, не только второй, но и четвертый шаг. И теперь я цитирую Богла. Первый шаг – измерить то, что легко измерить. Я занимался практически этими вещами, всеми показателями, инвестиционным анализом, проектным анализом, поэтому не буду сейчас даже пересказывать эти показатели. Вот, измерить то, что легко измерить. В некотором смысле, говорит Богл, это даже полезно. Второй шаг – игнорировать то, что не поддается измерению, или назначить произвольное количество значения этому неподдающемуся точной осифровке. Это лишает объективности и вводит в заблуждение. Третий шаг – предположить, что то, что не поддается измерению, не очень важно. Это он называется слепотой. И, наконец, четвертый шаг – сказать, что того, что не поддается измерению, на самом деле не существует. Кстати говоря, он здесь рассуждает на тему инвестиций и финансового рынка, но я ведь общаюсь с людьми, которые занимаются естественными науками. И вот некоторые кандидаты, доктора наук, в основном физмат-наук, технических наук, и даже не буду называть там некоторые академики, они как бы не обращают внимания на то, что не поддается точному подсчету, точной оцифровке, количеному измерению. А уж если какие-то возникают аномалии, которые у православных называются чудесами, то они просто-напросто это выбрасывает забор. Это мешает выстраивать их вот эту самую формализованную модель. В результате, конечно, я вижу, что это люди, которые себя загоняют в угол. Они засорены, они поклоняются исключительно цифре, они поклоняются исключительно простым и понятным причинно-следственным связям. Так что здесь это невольно я провожу параллель, но Богл говорит именно о таком игнорировании применительно к инвестициям и финансовым рынкам. Он говорит о так называемых ловушках измерения, а также о попытках измерить неизмеримое. Такие вещи, как человеческий характер, нравственные ценности, сердце, душу, я тут цитирую уже просто Богла, которые играют ведущую роль в любой экономической деятельности. И вот экономисты либо они пытаются цифровать душу, сердце, какие-то нравственные ценности, а если не получается, они все это выкидывают забор. А если они цифруют, они думают, что уже как бы они все понимают. Вот он говорит о том, до какого безумия дошли вот экономисты, финансисты, которые значит вышли на этот самый финансовый рынок. И дальше я хочу обсудить ошибочность некоторых широко используемых нами мер и ловушки, которые они создают для экономистов, финансистов и инвесторов. Он приглашает всех рассуждать на эту тему. И, кстати говоря, много приводит интересных цитат. Судя по всему, человек очень эрудированный. Он там даже греческих философов приводит, Эйнштейна цитирует. Ну, например, цитирует фразу Альберта Эйнштейна «Не все, что может быть подсчитано, имеет значение. Не все, что имеет значение, может быть подсчитано». Кстати, если бы Эйнштейн этого не понимал, он бы не сумел бы открыть вот этой самой теории относительности. Цифра, во-первых, не в состоянии сколь-нибудь полно определить ситуацию на рынке, во-вторых, сплошь и рядом приходится иметь дело с заведомо фальсифицированными цифрами. Но мне чаще приходится обсуждать второй аспект проблем, заведомо фальсифицированные цифры. Вот. Кстати, Богл тоже очень интересно рассуждает в таких понятиях, как риск и неопределенность. Я в свое время читал целый курс финансовой академии по проектному анализу, управлению проектами. Поэтому там, конечно, были такие понятия, как риск, как эффективность, коммерческая эффективность, финансовая, экономическая эффективность. Ну, в данном случае Богл обсуждает два таких понятия, как риск и неопределенность, без которых сегодня не обходится ни один участник рынка. Все как бы знают эти слова. Ну, вот он говорит, что риск это лишь часть неопределенности. Риск это та часть неопределенности, которая может быть измерена количественной. Но риск измеренной неопределенности это лишь верхняя часть айсберга, называемого неопределенности. Я с этим постоянно сталкивался и понимал, что, в общем, этот проектный анализ, который мне приходилось там озвучивать, естественно, какими-то своими комментариями и объяснениями, что это может быть необходимо, но недостаточно. Вот я сейчас это все накажу у Джона Бобла и вот тут опять ацитирую. Оказывается, измеримая неопределенность или, собственно, риск настолько отличается от неизмеримой, что по существу вообще не является неопределенностью. Он измеряемую часть неопределенности вообще считает ничтожной частью общей неопределенности. То есть он потому, что, в общем-то, опираться вот на эти все дурацкие модели, на этот технический фундаментальный анализ и все прочее, в общем, он глубоко копает, он очень глубоко копает, но, с другой стороны, он человек, конечно, дело. Я потом об этом скажу, как он предлагает все-таки выйти из этих тупиков. Вот, у участников фондового рынка возникает совершенно необоснованный оптимизм, что их прибыли могут расти быстрее, чем растет валовый внутренний продукт страны. Он и здесь приводится к чувству и говорит, что прибыль не может превышать прирост валового внутреннего продукта. Если вам какие-то претендеи говорят о том, что можно на фондовом рынке получить прибыль валовый или чистый, которые превышают в 10 раз прирост валового внутреннего продукта, не верьте этим претендеям. Вот прямо так. Я даже могу здесь немножко добавить. Я думаю, здесь есть момент такой, вот он ставит вопрос, Бога ставит вопрос о свободной воле, по сути дела, что внутри этой неопределенности есть огромное количество разнонаправленных свободных воли. Конкретный пример это вот например та же самая биржа, спекулянты на бирже. Мы прекрасно знаем, и каждый вы, и я, мы сталкивались с тем, как манипулируются например валютные курсы, как игроки биржевые могут понизить любую валюту, сыграть на понижение или на повышение. Вообще биржа вся на этом построена. Это то, что внешний наблюдатель вообще не видит, как там медведи с быками воюют. Но есть еще более глубокий уровень. Это уровень самих капиталистов, которые собственно биржи создают как способ зарабатывания денег. Не только как площадки, где пересекаются там товарные какие-то денежные потоки, услуги и так далее. Нет. Сама биржа является предприятием. И вот здесь вот я вспоминаю, у меня была знакомая, не буду называть ее, вы его тоже знаете, который лет пять наверное все восхищался, как хорошо зарабатывается на бирже, пока она не вступила в очередной структурный глубокий кризис, из которых он выпал практически без оперения, лишившись всех денег, которые слава богу вытащил свои вложения, но вот все, что было наработано за пять лет, пришлось отдать. Это еще не худший вариант. Это еще не худший вариант далеко, но это просто к тому, что как прочитать эти-то риски. Об этом Богл тоже очень говорит. Я хотел бы сейчас закончить следующей фразой предмышления Богла. Он говорит забудьте про цифры, не верьте цифрам. Да, они цифры нужны, но в пределах арифметики. Он там цитирует какого-то греческого философа, говорит, арифметики вполне достаточно для того, чтобы решать самые сложные жизненные ситуации. Все, что сверх арифметики, это уже отлукавало. И вот тут я уже цитирую Богла. В итоге я прихожу к заключению, что лучшей защитой от иллюзии определенности, порождаемой числами, являются незримые, но тем не менее бесценные качества, такие как объективное восприятие, опыт, здравый смысл и способность суждения. Но ведь сегодня как раз отсекаются эти способности. я как преподаватель высшей школы вижу, как деградирует молодежь, как ее лишают способностей объективного восприятия, здравого смысла. Так что вот, да, он еще, конечно, констатирует очень важную, из его точки зрения, страшную вещь. Он говорит о том, что произошло перерождение капитализма. Был капитализм собственников, появился капитализм менеджеров. Чтобы опять-таки не быть многословным, я лучше процитирую Богла. Цитата. Ясно, что капитализм собственников уступил место капитализму менеджеров, а капитализм менеджеров породил серьезные искажения в нашем обществе. Это еще так аккуратно он сказал подсчет искажений. Есть места, где он более жестко выражается. И еще, рынки так рассеяли корпоративную собственность, что ответственных собственников больше не существует. Это не только плохо с точки зрения морали, но и ведет к деградации самого капитализма. Ну, действительно, в общем-то, ну, тут я не хотел бы сейчас перескакивать на другую тему. Собственно, кто такие менеджеры, почему, значит, собственники капитала уступили свои права этим менеджерам, это очень серьезная тема, на самом деле. Это тема, которая касается не только Соединенных Штатов по Мерик, она касается и России. Вот дело. Вот еще по поводу вот этого разделения как бы на владельцев капитала и менеджеров. Высшие руководители компаний со всей их известностью, со всеми их реактивными самолетами, премиями, пенсионными программами, клубными взносами и квартирами на парк и меню, кажется, забыли, что они служащие, нанятые собственниками. А дальше? Да и сами собственники, кажется, забыли об этом. Вот парадоксальная вещь, очень глубокая вещь. Возникает вопрос, а кто же тогда управляет, если эти ребята думают только о яхтах, самолетах и квартирах на парк и меню, другие забыли и, грубо говоря, живут как капиталисты ранте, то, что им значит, в виде дивидендов перепадать, возникает вопрос, а кто рулит этим капиталистическим опытом? Этот вопрос давным-давно раскрыт и изложен, просто никто не читает священное писание. А ну, понятно, я хотел всем вдаваться вы сразу в дамки давайте. Ну как, миродержитель управляет, который управляет, ловко, так сказать, манипулирует человеческими страстями, искушает человека на грех, вот, грех ведет человека, значит, к смерти, причем довольно печальный такой, и в этом смысле ну, весь этот мир, как лежащий возле, он, так сказать, катится в тартарары, еще вот этот известный американский певец Крис Риа, он, у него есть такая песня, дорога в ад, road to hell, он там что это this ain't no technological breakdown, this is the road to hell, это не технологический сбой, это не сбой, это дорога в ад, почему, потому что вот страсти, как такие очень сложные переплетения этих страстей, там, топ-менеджер, которому плевать, на самом деле, на этого капиталиста, капиталиста, который, собственника, которому плевать, в общем-то, на этого менеджера, ему удобно, у него, он может ничего не делать и жить за счет других, правильно, вот, все это переплетается, и всем этим ловко управляют, конечно, из-за кулис, темные духи, и борьба с этим только одна, она изнутри самого человека, но мир не хочет бороться со своими грехами и страстями, в результате мы все потихоньку сползаем. Ну да. Да, ну вот, я не знаю, как, какое расповедание у Зона Богла, как-то не задумался над этим, но он действительно подводит каким-то выводам, которые лежат явно за пределами этого видимого мира. Ну вот, например, да, Валентинович, мне очень понравилась идея, что надо управлять тем, что можно измерить. Почему мелкий и средний уклад предпочителен? Или тогда уже госплан, что-то одно из двух. Или развивать вот мелкого собственника, который просто, ну не полезет он во все тяжкие. Ну и, конечно, он не будет работать с кредитами, как сейчас, при ставке финансирования 12%, правильно, 12,5? Значит, и он уже нормальные, оптимальные условия, и он в своих пределах, вот на своем каком-то участке рынка, он будет все контролировать через свою семью, через свои личные усилия. Это еще более-менее нормальный капитализм. Но мы сейчас видим, что он все время укропляется, он у нас укропляется, потому что у нас тоже мы с капитализмом-то не расстались. Вот. И просто он переходит в другие формы, там государство-монополистическое, государство-капиталистическое, там пеодальное почти, бюрократическое. Но он остается вот этим вот. Прорыв. Джон Боггл говорит о том, какие этапы Америка прошла. Понятно, что это все капитализм, но это немножко разные виды капитализма. Вот я тоже тут нашел цитату, хочу ее озвучить. За прошедшие два столетия Америка перешла от аграрной экономики, к индустриальной, затем к сервисной, но это что-то типа постиндустриального. А теперь к тому, что можно назвать преимущественно финансовой экономикой. А это, в общем-то, абсурд. Экономика и финансы это немножко разные вещи. Финансы это в значительной степени хриматистика. Как мы помним, у Аристотеля это не просто разные, а это геометрально противоположные вещи экономика и хриматистика. Вот. И дальше он про финансовую экономику говорит по определению. Финансовая экономика вычитает стоимость из той совокупной стоимости, которая создается нашей производственной экономикой. Вот он прямо говорит, что финансовая экономика, она не нужна народу. Она не нужна даже промышленным капиталистам. Она не нужна торговым капиталистам. Она нужна только финансовым капиталистам. Спекулянтам, точнее. Спекулянтам. Кстати говоря, он очень красной нитью у него через книгу проходит идея о том, что есть инвестор, есть спекулянты. Он говорит о том, что когда-то все были инвесторами, но постепенно совратились и превратились в спекулянты. Сегодня есть даже такая тоже ерническая шутка, это не шутка Богова. Кто такой инвестор? А это неудавшийся спекулянт. Все менялось ногами, перевернулось ног до голову. Оказывается, инвестор, это неудавшийся спекулянт. Все хотят стать спекулянтами, инвесторами не хотят быть. А спекулянт, он как раз и получает вот эту самую маржу. Он будет значительной часть совокупной стоимости создаваемой производственной экономики. Это прямо вот Зон Богл говорит. То есть, в общем-то, явно является представителем реальной экономики. Одно только вызывает досаду, что все эти люди, будь то чиновники крупные, государственные, или военные, так сказать, руководители, все они приходят, или промышленники, капиталисты, они все приходят в разум более-менее. Только уже в преклонном возрасте и когда они выходят из сферы своей основной трудовой деятельности. Потому что пока они там внутри, они одни. Как только они выходят из этого, у них начинает что-то там может перед смертью пробуждаться то ли совесть, то ли какое-то понимание ответственности за гробом, но они начинают вот все вдруг проявлять какое-то удивительное здравомыслие. Если про нас-то сказать, ну вот вроде я что-то такое понимал, работает центральный банк, но когда я вышел за стены центрального банка, я стал понимать намного больше и лучше, понимаете. Приквание в токсичной среде это очень опасное состояние. Очень. Вы же тоже рулили коммерческим банком, вы же тоже находились в токсичной среде. Так что это, видимо, да. Ну это, наверное, знаете, некоторые остаются в токсичной среде. Они не подлежат некой реабилитации, реанимации, так они уходят из жизни вот в таком, я бы сказал, токсичном состоянии. Есть даже какая-то, по-моему, теорема, боюсь сейчас наврать ее названием, теорема Геделя, о том, что любая система может быть понята и разрешена только из-за своих пределов, за своими пределами. То есть на нее надо как бы взглянуть со стороны. Надо выйти из нее. Это теорему Геделя, имеете в виду? Геделя, Геделя, да, да. Ну это вот подробно про эту теорему говорил Виктор Николаевич Тресняков. Он у нас математик был, да. Это интересная теорема, да. Вот. Я думаю, что, кстати говоря, Богл тоже был знаком с этой теоремой, да. Так что ну и вот тут он объясняет, кому же нужна эта финансовая экономика? Богл. Он говорит, основная функция финансового сектора выступать посредником в сделках между покупателем и продавцом. В сделках, которые осуществляются инвесторами между собой и неизбежно являются игрой с нулевой суммой. Одна сторона выигрывает ровно столько, сколько проигрывает другая. Но после вычета доли, забираемой нашими финансовыми посредниками, брокерами, банкирами, инвестиционными менеджерами, всеми этими крупье финансового казино спекулирование акциями становится проигрышной игрой. Это не игра с нулевым результатом. Это проигрышная игра. А в выигрыше остаются вот эти финансовые посредники. Да, инвестиционные менеджеры, брокеры, банкиры. Ну, видимо, мы сейчас и находимся в таком положении, когда вот этот девятый вал начинает уже заметно возрастать. Почему сейчас, например, в Южной Африке, Южно-Африканской Республике сейчас проходят вот эти встречи БРИКС, потому что значительная часть населения и профессионалов рыночников, она уже ощущает, что это уже мы переходим к какие-то красные линии все время, особенно вот в центрах мирового капитализма, таких как Америка, США, Европа и другие, которые, с одной стороны, вроде бы, претендуют на доминирование, на эталонность своих экономических, финансовых, политических систем, а с другой стороны, лед-то трещит под ногами, долговые вот эти пирамиды, того и гляди, взорвутся, как вулканы и похоронят всех под своими там потоками лавы, в общем, действительно идут такие процессы, поблагодарим, заокеанского олигарха Богла, за эти откровения, они, наверное, нам будут полезны, но пятки, информация передачи не позволяет подробно рассказать о его взглядах, там же и позитив был в его книгах, это еще так называемые индексные фонды, индексные фонды, вот, ну вот, на самом деле индексный фонд означает, что вы являетесь как бы соинвестором во всех компаниях, американских компаниях, которые выходят на фондовый рынок, и вы по определению не можете быть лузером, проигравшим, это вот индексные фонды, и он прямо где-то говорит, я цитирую, как связать судьбу с бизнесом, очень просто, купите портфель акций всех компаний США, и держите его вечно, этот простой путь гарантирует вам победу в инвестиционной игре, большинство участников, которые в целом обречены на провал, тогда, значит, это действительно инвестирование, а не спекуляция, а если инвестирование, ты вложил и занимаешься своим делом, а инвестор это сумасшедший человек, бесноватый, по сути дела, да, Бога об этом тоже говорит, ссылаясь там даже на блаженного Августина. Спасибо, Валентин Ильич, за этот разговор, нам надо будет, наверное, еще найти возможность, обязательно мы обратимся к вам поговорить о том, вот капитализм умирает или умер уже, да здравствует что? Как там, король умер, да здравствует король, капитализм умер, да здравствует что? Дальше, что дальше? Ну, значит, самое общее слово для описания того, что будет потом, это посткапитализм. Дальше начинаются уже какие-то образные названия, ну, типа того, новый кеодолизм, новый эрбологический строй, ну, это все, конечно, слишком абстрактно, я думаю, что об этом надо говорить более конкретно. Мы когда-то с вами, Александр Иванович, делали заход, когда Клаус Шваб значит, объявил о том, что, значит, начинается великая перезагрузка и надо приходить к какому-то непонятному инклюзивному капитализму. Это еще одно слово, но оно самое нелепое, инклюзивный капитализм, вот, ну, об этом, наверное, стоит поговорить. Отдельно, да. Спасибо еще раз, мы беседовали с Сунисом Юрьевичем Катасоном, доктором экономических наук, профессором, руководителем Русского экономического общества имени Шарапова. Тим Юрьевич, до новых встреч, до всех вам благ. Все доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок